Всем привет, с вами Прия. Вышло относительно недавно обновление 8.2.5 и все, кто прошел задание военной кампании, увидели ее конец. Достаточно плачевный он, для кого-то, наверное, он превзошел все ожидания, ну а для кого-то он был, в принципе, это и нормальный. Речь не об этом, речь сегодня пойдет о профессиях. Очень много разговоров об этом. Люди возвращаются на БФА, люди создают новых персонажей, люди создают твинков. Это всегда было, есть и будет, поэтому стоит сделать видосик и поговорить абсолютно обо всех профессиях, а именно подчеркнуть, что можно полезного из них скрафтить с целью получения голды, самой обычной. Начнем же. Первая профессия, которую мы глянем, будет начертание. Открыв через список гильдии вкладку профессия, можно абсолютно все крафты увидеть, которые существуют в гильдии. Чернила нас не интересуют, мы закроем их. Книги и свитки. Фолианты Безмятежного Разума весьма неплохо продаются на аукционе. 146 голды, а чернил-то они почти не требуют на самом деле, и чернила эти в большом количестве добываются при измельчении травы. Так что, как вариант, на фолиантах можно сделать себе какое-то количество голдишки. Также военные свитки покупают, как для бафов в мифик плюсах, рейдах даже, например, если нету магов, то баф им ты весьма полезен будет. Или нету престолов, или нету воинов, например, военный свиток был, ключа заменит воина. Далее, контракты всегда будут покупать, люди качают репутацию, люди добывают себе 4-го левела эссенции, какие-либо бонусы лутают с дополнительных сундуков. Тринкеты, очень полезны при старте рейдов, они просто оверпауэр по самому старту, ну или как вариант для какого-либо твинка, который только докачался, почему бы и нет. Идем дальше. Всякие шмотки различные, крафтовые, они есть во всех профессиях, там примерно 370-го этом левела. Да, их покупают, но их покупают только на твинков, и они не особо-то много стоят. Вот, лантийские руны всегда покупали и будут покупать разные руны, разные цены, так как просто-напросто требуются разные реагенты. Символы это дело уже периферии, превращение, это нас не интересует. Договоры на крови это уже что-то персональное для начертателей чар, пирола на отель тем более. Ну а тот крафт, который идет для соратников, чернильница с алыми чернилами, ну задорого вы его науки не продадите, реагентов он требует при себе много для крафта 30 дистиллиума, да и не окупит это скорее всего, если чернильницу поместить в слот соратника. Общий итог с начертания прост. Профессия весьма полезна, и покупать с нее какие-либо итемы будут, в принципе постоянно какие-либо, то есть делая актуальные крафты, там контрактов, рун, свитков. У вас это будут всегда покупать фолиантов, например, так что с целью того, чтобы активно тратить реагенты, траву например, которую вы собираете в большом количестве, взять начертания в принципе не помешает. Далее перейдем к кузнечному делу. Как я уже говорил абсолютно во всех профессиях, многих, есть 370 крафты. Да, их покупают науки, это все классно, это все позитивненько. Баф в виде подков. Очень ценится теми, кто любит фармить руду, траву, летать и собирать просто-напросто что-либо. С тремена позволят делать это не слезая с маунта. Отмычки не особо ценятся. Далее, надобные подковы. Те люди, которые не прокачали репутацию с рыболовами в Пандарии, будут вынуждены их купить с целью того, чтобы у них была возможность передвижения по воде. Так как с обновления, по-моему, 8.1.5 или 8.2 у водомерки, тот, который багровый долгоног водный, была просто-напросто выключена этому маунту возможность передвигаться по воде. И теперь, какие-либо надувные подковы, либо баф, который покупается у рыболовов, водные ноги рыболовов, он по итогу заменяет просто-напросто этого водного долгонога. Также присутствует снаряжение для соратников, а именно магнитная кирка, которая позволяет получать руду при успешном завершении задания у кого-либо соратника, точила, увеличивающая вероятность успеха на 10%, ну и шпоры, которые сокращают время выполнения задания на 20%. В принципе, они не требуют много реагентов, по идее, ну, руды спокойно там фармятся, либо окей, покупаются, стоят они недорого. Ключевой вещицей в крафте является дистиллиум, его нужно немного, 20, 10, 15, то есть, вообще, проблема небольшая, в принципе, при крафте таких вещей. Ну, а получить его можно при измельчении зелёнки в утилитроне и утилизаторе. У Альянса находится в Баралусе, вот в этом вот домике, а получается, у Орды там тоже относительно где-то рядом с тронным залом. Даже иконка обозначена на карте такой гаечки, то есть, найти можно вообще легко. Также из относительно недавно добавленных крафтов в кузнечном деле присутствует усиленная манилитовая рама. Она является половинкой для Скивелага. Вторая половинка находится в инженерном деле, мы ещё к ней вернёмся. Скивелаг — это маунт, который весьма интересный по своей структуре, то есть, он собирается из двух половинок. Первая половинка крафтится с кузнечного дела, а вторая половинка крафтится из, получается, инженерного дела. Так вот он выглядит. И что по итогу? На аукционе его покупают, но рецепт дропается очень редко с куджо. Общий итог кузнечного дела прост. Снаряжение для соратников плюс половинка маунта позволят, ну, хоть как-то окупить эту профессию. Какие-либо расходники в виде подков и стремён, мне кажется, уже относительно скоро будут неактуальны. Хотя, если люди всё так же продолжат фармить реагенты, то они будут весьма неплохо стоить. Всё нужно смотреть касательно аукциона. Инженерное дело. Из своих полезных вещей имеют крафты 370-х каких-либо пушечек, например, огнестрельных, либо одноручных дробящих. Также различные прицелы и боеприпасы, которые вешаются на оружие дальнего боя с целью получения бонуса. Также инженеры могут крафтить прекраснейшего маунта в виде шифовоски, который требует фарма золотой жилы. Мехатрант волки — это питомец. Далее превращения нам неинтересны. Бафы для соратников. Самодельный детектор Азерита, который стоит на текущий момент весьма неплохое количество голды на аукционе, требует 50 дистиллиума в крафте. Также требует покупного реагента, который покупается 1000, по-моему, за 4 или за 5 у торговца. В принципе, если детектор Азерита покупают на аукционе, то весьма неплохим действием будет его и покрафтить. Есть и второе улучшение для соратников — детектор рыбы. Ну, кому нужна эта рыба, поэтому он так дешево-то и стоит. Также в инженерном деле есть вторая половинка этого маунта. Скивелага первая берется из кузнечка, как уже было видно ранее. Способ ее получения такой же. Нам нужно убивать Куджо в инсте, который на Мехагоне находится, операция Мехагон, и пытаться дропать эту половинку маунта. То есть общий итог по профессии таков, что из полезного мы крафтим половинку маунта, мы крафтим детектор Азерита, а, ну и еще и маунт шифовоска, который фармится в золотой жиле. Следующей профессией будет кожевничество. Кожевничество крафтит 370-е луки, которые могут быть актуальны для каких-либо твинков, либо людей, которые только, например, в игру вернулись. Также различные барабаны, они также присутствуют в этой игре и просто являются заменой маговскому искажению времени, также заменой Бладласту от шамана. Конский доспех из шершавой кожи, который крафтится у кожевников, это аналогичный баф, как и из кузнечки, но с другим эффектом. Доспех позволяет быть невосприимчивым к головокружению, то есть если вы получаете дэмэдж в спину, вас дизмаунтит, но надев этот доспех, юзнув его в виде бафа, вы никогда не будете скинуты с маунта. Можно, конечно, просто разворачиваться лицом к мабу в момент получения дэмэджа, но, наверное, это очень киберспортивный мув и реализовать его сложновато. Также кожевник крафтит различные реагенты, итемы, которые просто-напросто сдаются по квесту на варфронт с целью получения силы азерита. Как вариант, в кожевничестве можно скрафтить удобный ездовой конский доспех. У маунтов есть ячейка для каких-либо бонусов постоянных. Один из них — это водные ноги рыболовов, которые позволяют бегать по воде перманентно. Ну а, например, удобный ездовой конский доспех просто позволит получить защиту от головокружения, пока мы находимся в седле. Полезно? Ну, в принципе, да, но об этой полезности уже высказался чуть ранее. К тому же у кожевника есть какие-либо крафты для соратников. То есть у соратников есть слоты, в которые мы помещаем какие-либо бонусы, и по завершению задания мы можем что-то получить. У всех соратников по две ячейки снаряжения, и можно засунуть, по-моему, как одинаковые, так и разные бонусы. Тюк штормовых шкур позволяет получать кожу при успешном завершении задания. Янтарный боевой урок позволяет увеличить на 10% выполнение задания при каждом сопровождающем отряде. Полезно ли это? Ну, может быть. Цена его, в принципе, на аукционе неплохая, но как вариант, что мы можем только полезного вытащить из кожевенного дела. Этот боевой урок, постоянный баф, который прикрепляется к персонажу для всех его маунтов, барабаны, различные итемы, которые сдаются по квесту варфронтов, да и все. Рассматривая дальнейшие буфашные профессии и их крафты, полезные в дополнении Battle for Azeroth, не стоит упускать наложение чар. Наложение чар, в принципе, крафтит абсолютно все то, что нужно рейдерам, что нужно любителям покорять мифик плюсы. То есть без чарок вы абсолютно никуда не уйдете. Чарки, чарки, чарки. Жезлы 370-го эквипа для каких-либо кастеров. Питомец, который почти ничего не стоит на аукционе. Что у нас еще есть интересное из наложения чар? Перманентный баф, который позволяет по земле передвигаться на 20% быстрее. То есть если у вас есть полеты, это уже не актуально. С этого, конечно, цена просто-напросто понижается. Но также жезл распыления присутствует у наложителя чар в крафте. Жезл, позволяющий получать пыль для наложения чар при успешном завершении задания. Но имеется в виду не только пыль, наверное, там еще кристаллы и осколки падают. Цена его крайне мала. В основном наложитель чар по итогу своей профессии живет лишь только из-за того, что у него будут покупать какие-либо чарки. Продавая актуальные зачарования, печати, созвучия, знаки, можно неплохо поднять голды. При наличии пыли, при наличии трехзвездочных рецептов, при наличии затуманенных кристаллов. Партнерное дело. Живет за счет своих сумок. Но не те, которые на 30 ячеек, а те, которые на 32. Требует немножко дистиллиума при крафте. Ну а еще расшитый глубоководный шелк требуется. Также, что еще полезного крафтят партняжники? Какие-либо итемы с целью бафа, получается. Чтобы мы просто-напросто могли ездить комфортнее и эффектнее на маунте. Зачем это вообще нужно? Но кейпопона требуется для крафта кожевенного. Ну а также еще для квеста варфронтов. Но есть и снаряжение для маунтов. А именно подсидельный парашют. Это парашют, который срабатывает, когда мы спешиваемся, находясь высоко в воздухе. То есть, например, был бы он у меня сейчас экипирован, то я нажал бы дизмаунт, и по итогу с парашюта просто бы потихоньку падал. Это, думаю, выглядит относительно забавно. Есть и снаряжение для соратников. Грубый трикотаж из морского льна. Позволяет получать ткань при успешном завершении задания. Стоит мало, это относительно не полезно, так как ткань просто с мобов может фармиться. Да еще и дистиллиума 30 требует при крафте. Как-то партнерное дело только на в итоге своих сумках за счет 32 ячеек может выжить. Но окей, у партнерного дела есть весьма выгодные наручи, которые крафтятся с целью получения дистиллиума. Наручи из морского льна. Ювелирное дело всегда жило и будет жить за счет каких-либо своих камней. Это всегда было, есть и будет. То есть, крафтя различные камни, продавая их на аукционе, можно получить какое-то количество голды при условии, что вы измельчаете эту руду. Также колечки персональные, которые требуют большое количество дорогих камней. Они действительно стоят дорого на ауке, почти по тысяче каждый. То есть, это многовато. Какие-либо пушечки есть 370-го этом левела. Ну и есть снаряжение для соратников. А именно, калейдоскопическая линза, которая позволяет получать самоцветы при успешном завершении задания. А не особо актуально, так как просто-напросто самоцветов относительно немного падает. Ну и 30 дистиллиума еще требует. В основном, ювелирное дело на текущий момент переживает не самые лучшие свои времена. И больше идет для, так сказать, личного апгрейда. Так как, скрафтив кольцо с сокетом, можно неплохо-то так поднять свой ДПС и какие-либо прочие характеристики. Камни стоят дешево, линза не нужна. В общем, все относительно плохо в этом плане. Алхимия. Профессия, без которой реально никуда. Фласки — это нужная вещь при покорении рейдов. Котлы, которые позволят сэкономить фласочки рейда, например. Какие-либо различные зелья, поушины, которые юзаются до боя и в бою с целью того, чтобы вывести максимальную полезность из своего персонажа. Настой с постоянным бафом на час, а если вы являетесь алхимиком, то там на 2 часа. Какая-либо трансмутация. Например, крафт дистиллиума. Это весьма приятно. Или, например, какой-либо другой трансмут тоже актуален. Аксессуар. Личный крафт для себя. 440-го эквипа. Ну и, естественно, есть крафты для соратников. То есть, снаряжение какое-либо. 1. Зелье чутья на травы позволяет получать траву при успешном завершении задания. Очень полезная вещица и позволяет реально получать хорошее количество травы, если быстро соратников отправлять. Ну и настойка сокрытия, которая уже не особо-то и актуальна. Так как то устранение негативного эффекта, которое она дает, есть у многих отрядов на текущий момент. И, в принципе, убрать этот негативный эффект при выполнении задания стало крайне легко. В старте патча БФА настойка была актуальна. На текущий момент нет. Алхимия очень хорошо живет на текущий момент времени и будет жить, в принципе, всегда. Фласки, настои, поушины, котлы. Все прекрасно в алхимии. Если у вас есть трава, то почему бы и нет? Таким образом, что можно выбрать для себя из профессий? Алхимия прекрасна. Вместе, конечно же, с травничеством. Наложение чар прекрасно, например. Можно выбрать его вместе с алхимией. Если у вас будет приток травы и приток пыли, осколков кристаллов, то будет, в принципе, все идеально. Ювелирное дело больше идет для каких-то личных крафтов. Так что суть там в том, что особо много голды не получите. Вот и все насчет этого. Не думаю, что есть смысл еще что-либо рассказывать. Если есть какие-то вопросы, задайте их в комментариях. Само собой, я вам отвечу на них. Ну, либо кто-то другой. Если у вас есть какие-то свои способы фармов каких-либо из всех перечисленных профессий в Battle for Azeroth, то распишите, почему бы и нет. Хотя, если это секреты, секретные какие-либо ваши наработки, то не стоит. Всех вам благ, счастья, здоровья. Увидимся на Игромире. Берегите ноги. До скорого.